Добрый вечер, это программа «На справде» в эфире телеканала «Симон». Меня зовут Владимир Мазур. В ближайшее воскресенье Харьков на один, пока что всего лишь на один день, оно, в общем-то, будет выглядеть примерно так, как должен, наверное, выглядеть любой по-настоящему европейский город. В Харькове станет в центре, по крайней мере, куда больше велосипедистов, чем в обычные дни. Ну, в общем-то, обо всем по порядку будут рассказывать сегодня наши гости. А я пока вкратце скажу, что в Харькове в воскресенье пройдет 10-й юбилейный велодень. О том, что будет интересного, кто может поучаствовать и что можно увидеть, нам сегодня расскажет Александра Нарыжная, общественная организация «Городские реформы». Здравствуйте, Александра. И Михаил Калужинов, представитель оргкомитета «Собственная велодня». Здравствуйте. Ну, давайте, да, обо всем по порядку. 10-й велодень, с чем, собственно говоря, наверное, можно поздравить не только организаторов, но и всех любителей покататься на велосипеде в нашем городе при всех ограниченных возможностях этого занятия. Но, тем не менее, их с каждым годом велосипедистов, активных велосипедистов становится все больше и больше, насколько я понимаю. Да, есть какая-то вообще статистика хотя бы приблизительная, сколько у нас в городе, ну, в таких активных пользователей веломашин? Вот как раз позавчера мы проводили подсчет велосипедистов. Подсчет проходил в течение двух часов, с пяти до семи вечера. Мы насчитали больше двух тысяч велосипедистов. Сейчас точная цифра согласовывается. Это те, которые будут участвовать, получается? Это те, которые реально ездят каждый день вот в это время, в течение двух часов. Ну, две тысячи по сравнению с полуторамиллионным населением вроде бы, наверное, не так уж и много, да? Нет, нет, это люди стояли на нескольких перекрестках и подсчитывали проезжающих велосипедистов. То есть, вот машина не может быть, там, не знаю, там, тысячу подсчитали, а вот велосипедистов, вот конкретно, да, вот, две тысячи. То есть, в целом, очень зависит от методики подсчета. Эта методика, она тоже может быть разной. Мы делали опросы, и примерно 40% харьковчан говорит, что они периодически, там, хотя бы один-два раза в год выезжают на велосипеде. И примерно у 80% в целом велосипед где-то да есть. Может быть, на балконе, может быть, старый, там, на даче. Вот, но другое дело, сколько из них ездит каждый день или, там, через день, несколько раз в неделю, вот это, конечно, еще неопределенно точно. Ну, вот, собственно говоря, я даже не знаю, можно ли применить слово популяризация, потому что, как по мне, наверное, хотели бы ездить на работу там или кататься в выходные дни. Ну, куда больше людей, чем это делают сейчас. Я понимаю, что это связано с отсутствием инфраструктуры нормальной, об этом мы обязательно тоже поговорим, но, наверное, с чем-то еще. Вот, что еще мешает людям, ну, вот, как-то взять, взять, взять и купить себе, наконец, велосипед, исполнить детскую мечту, потому что, по-моему, в детстве мечтали об этом все 100% харьковчан и не только они, да? Что это мешает, вот, что сдерживает? Есть еще какие-то факторы, кроме отсутствия? Самый фактор, ну, все-таки я не могу его избежать, это именно отсутствие велодорожек, потому что, вот, у меня много друзей, ну, у всех, практически, моих знакомых, друзей, есть велосипеды. Но ездят они все на работу на машинах. Почему? Ну, да ты что, спрашиваю, да страшно, посмотри, сколько вот неадекватов на автомобилях, я никогда не выйду на дорогу, на велосипеде. Что, интересные автомобилисты говорят, что неадекваты на велосипедах как раз вот. Ну, это, скажем так. Не совсем так, наверное, да. Автомобилисты вообще никого не любят, других автомобилистов они не любят еще больше, чем велосипедистов. Я как автомобилист со стажем могу это точно вам сказать. Вот, но вот отсутствие велодорожек, это самое главное, это страх выехать на дорогу. Есть еще, конечно, там, отсутствие, возможно, там, парковки, страх того, что украдут велосипед, но это уже не основное, потому что это, ну, уже так или иначе решается. А вот материального характера вопроса, то есть это ведь удовольствие не из самых дешевых, да, то есть велосипед, ну, более-менее приличный велосипед, чтобы вот не сломался на второй сезон, это ведь тоже, наверное, сейчас не каждому далеко по карману. Ну, стоимость велосипеда, наверное, будет равна стоимости проезда на общественном транспорте в течение года, да. И в многих городах люди могут сэкономить эту цифру. Но я думаю, что основной еще, ну, очень большой проблемой в том, что у нас мало велосипедистов, есть то, что была, ну, очень сильно популяризация автомобиля у нас в стране, да, и вообще в целом в нашем регионе. Автомобиль — это символ престижа, в принципе, да? Да, просто автомобилизация в Европе, она прошла там в 50-х, 70-х годах, да, в Америке в 30-х, у нас она проходила вот в 90-х, и это нельзя выпускать. И сейчас у нас только культура автомобиля, она была очень модной, да, и, в принципе, сейчас только самая прогрессивная молодежь, да, может сказать, что велосипед — это более модная, да, чем автомобиль. Сейчас у нас еще пойдет культ электромобилей, это будет тоже отдельная, наверное, песня. Электровелосипеды их... Да, электровелосипеды их опередили немножко, да, они уже есть, вот с ними, наверное, попроще. Давайте поговорим о программе. Десятый фестиваль, десятый велодень, да, ну, можно, в общем-то, первый такой серьезный юбилей подводить какие-то предварительные итоги. Ведется ли какая-то, опять же, статистика, вот сколько участвовало в первый раз, и сколько вот на данный момент, по вашим цифрам, будет, по вашим данным, будет участвовать в десятом велодне? Ну, у нас ведется совершенно четкая цифра, то есть стоят люди и проезжающую колонну вот так вот по головам считают каждый год. И первый велодень у нас было 130 участников, потом было 700, потом полторы тысячи, потом две с половиной, там, пять, шесть, и в этом мы тоже будем подсчитывать. Прогноз делать тяжело, зависит от многих факторов, но мы рассчитываем, что на этот велодень будет больше десяти тысяч. Но как только проедет колонна, мы со сцены сразу объявим точную цифру, вот уже подсчитанную, абсолютно там, без прикидок каких-то, а конкретную. В общем, есть шанс поучаствовать в таком небольшом, пускай, но все-таки рекорде. Да, что будет еще интересного проходить в этот день? То есть, насколько я понимаю, это традиционно какая-то вот некая трасса, да, по которой можно будет свободно, без машин, в общем-то, да, вот мечта любого велосипедиста передвигаться по центру города и никому не мешать, ему никто не мешает. Да, вот где это вот, как это будет происходить? Ну, очень многие люди, для них уже это будет далеко не первый велодень, многие знают, а кто не знает, выглядит все так. В 10 утра начало, на площади Свободы, то есть уже начинают какие-то развлечения быть. В 10.30 стартует флешмоб, это вот то, чего не было в предыдущих велоднях. Это из велосипедистов будет составлен огромный 100-метровый велосипед, фигура велосипеда, которая будет сниматься с неба с коптера, с гостиницы Харьков, с шестого этажа, вот. И этот велосипед, он поедет, и мы рассчитываем, что это будет внесено в Книгу рекордов Украины. Это как-то тренируется это все, да, или это приводная история, потому что флешмоб это вроде как спонтанно? Нет, это тренируются только направляющие, то есть люди, которые будут координировать. Основные участники сейчас регистрируются вот в интернете. Я призываю всех продолжать регистрироваться и участвовать в этом, будет весело. В 10.30 начинается построение вот этого гигантского велосипеда, и в 11.00 он стартует, стыкуется с основной колонной, которая тоже там же примерно строится, и все едут. Улицы будут перекрыты, машин там не будет, вот. И, кстати, еще я почти не забыл, чтобы добраться на площадь, это тоже будет из всех отдаленных районов, из Алексеевки, из Салтовки, отовсюду. Будет сопровождение ГАИ, но... То есть там формируются какие-то колонны, да? Да, да, маленькие колонны формируются, чтобы добраться. Добираются на площадь, потом все это начинается, и в 11.00 стартует основная колонна. Маршрут в этом году увеличенный. Значит, от площади Свободы по проспекту Ленина. Кстати, напоминаю, что поскольку все перекрыто, автомобилистам это тоже нужно учитывать. По проспекту Ленина мы едем до Атакара-Яроша, поворачиваем направо до канатной дороги, от канатной дороги к кинотеатру Довженко по 23-го, потом к памятнику Солдату, и возвращаемся по проспекту Ленина обратно, на площадь. После чего основной праздник уже после этого на площади, там огромное количество развлечений для детей, там не только велосипедные развлечения, там и слэклайн, и джоли-джамперы, и там фризби, и что угодно. Это кто, давайте еще раз, потому что, да, это не вполне понятно. Вот, ну, то есть любые активности, там современные, модные, которые только возможны, все будет у нас, все можно будет там бесплатно попробовать, будут и там и еда будет, и, ну, а, чемпионат по байкпола, открытый байкпола, это такой хоккей на велосипедах, вот. Ну, и, в общем, скучать не будет никто. Триал, детская площадка. А вот я бы там хотел спросить, что пока в большей степени там от подросткового возраста начиная вот какая-то такая, дорогая группа, да? Нет, с детьми, с детьми мы тоже, да, то есть родители, будет колонна на беговелах, это такие для совсем маленьких детей велосипеды без педалей, вот. Будет специальная колонна вот родительская, где дети в креслах едут к велосипеду, вот. Вот, и будет много там и мыльные пузыри для детей, и множество всяких других таких увеселительных моментов. Ну, вот те, которые с детьми, наверное, возможно, совсем маленькими, наверняка останутся на площади, не будут вот это большое, наверное, кольцо. А там будет маленькое кольцо для детей, но там будет очень маленькое, потому что организаторы, конечно, подумали об этом. Все продлится, это, насколько я понимаю, это несколько часов займет в целом, да? То есть после чего город опять заживет в транспортном отношении, нормальной жизни. После четырех часов уже будет все хорошо. Вопрос безопасности в любом случае, времена такие, которые требуют, чтобы этот вопрос был задан, насколько будет хорошо обеспечена безопасность момента прохождения на площади и так далее? Ну, по поводу безопасности, организаторами велодня являются как велоклубы и сообщество велосипедистов, так и горсовет очень плотно участвует в организации. И, естественно, что это все городское мероприятие, там, как на всех городских мероприятиях, будет безопасность. То есть там милиция, охрана и так далее. Да, ну, будем надеяться, все обойдется в этом отношении, все будет хорошо. Поговорим об инфраструктуре. Вот это тот день как раз, когда тоже наверняка, ну, много кто из тех людей, которые не ездят на велосипедах, не собираются это делать. И автомобилисты, и пешеходы, вот они будут ходить и говорить, да что ж такое, опять вот все перекрыли, да, не пройти, не проехать, и нафига эти велосипеды вообще нужны, да, в таком количестве, вообще, боже упаси, не нужны нам все эти дорожки. И что возразить-то на это? Мы на велодне будем представлять проект концепции развития велосипедистра в Харькове. Мы постараемся собрать мнение людей, которые ездят на велосипедах, где им ездить, где им удобнее ездить. У нас уже есть план с дорожками, которые мы хотим предложить в Горсовет подать в конце июня. Но мы сейчас хотим получить обратную связь от народа, да, от людей, от велосипедистов, от пешеходов, от потенциальных велосипедистов, о том, где бы им хотелось ездить, и какие маршруты, может быть, мы сможем уточнить. Что им делать? Ну, я думаю, людям можно поучаствовать каким образом? Им можно помочь нам собрать подписи для подачи в Горсовет, потому что вот буквально позавчера Горсовет опубликовал, ну, там была новость о том, что сейчас закончат строительство велодорожки по Белгородскому шоссе, а следующую дорожку будут строить ту, которую захотят люди, да, которую захотят велосипедисты. Но мы надеемся, что мы сможем как-то поучаствовать в этом деле и предложить им эту дорожку. А есть вот сейчас на данный момент в Харькове вот какие-то участки на каких-то улицах, которые, ну, в принципе, соответствуют всем необходимым стандартам? Выделенная отдельная дорожка, там какие-то дополнительные табло на светофорах и так далее для удобства. Вообще есть вот оборудованы полностью нормально оборудованы фрагменты инфраструктуры? В Харькове нет. Нет. А то, что на Белгородском шоссе делается, о чем говорят сейчас? На Белгородском шоссе будет дорожка делаться вдоль леса, да, там, где она и была, она будет асфальтироваться. То есть кроме асфальта там ничего принципиально не будет? Ну, там не будет, в принципе, переезда велосипедных, она такая, она вдоль леса, да. И я думаю, ну, надеемся, что хоть будет какой-то пример, да, в Харькове про прокладки велодорожки. У нас есть маленькая велодорожка на улице Пушкинской, на улице Веснина. Ну, это фрагмент велодорожек, они, по-моему, максимум километр там занимают. То есть пока о системе вообще-то говорить не приходится. Да, мы не можем даже ждать этой системы, потому что горсовет может выделять, деньги, да, в бюджет закладывая деньги на строительство авиануне инфраструктуры, только если у него есть определенный документ. У него должна быть утвержденная концепция развития авиационной инфраструктуры, и у него должна быть программа развития авиационной инфраструктуры, под которую он может выделять деньги. У нас сейчас этих программ нет, мы сейчас в организации при поддержке Евросоюза готовим эти документы, мы сейчас готовим концепцию, которую мы будем подавать и соответственно будем готовить проект программы для горсовета, для того, чтобы он мог выделять финансирование на инфраструктуру. Что получится в итоге? Получается, что документ этот рано или поздно появится, можно взять за образец, какие-то нормативы, принципы, которые есть уже в европейских столицах, все хорошо будет выглядеть, но потом это все будет посчитано и выйдет такая сумма, что все ахнут и скажут, зачем это нам вообще, зачем городу нужны эти велодорожки, в большинстве мест их и проложить-то негде. И они мешать будут все равно, и ездить будут не так, а пешеходы будут ходить не так, а машины будут все равно на них парковаться и так далее. Нужны Харькову эти велодорожки или не нужны? Смотрите, мы можем очень пессимистически к этому относиться, но не так все плохо. Это не настолько дорого стоит велоинфраструктура. В Киеве в этом году выделили 20 миллионов гривен на велоинфраструктуру и за эти деньги они готовы сделать там несколько магистральных улиц. В городе Харькове выделили в этом году 6 миллионов гривен, которые собираются потратить на Белгородское шоссе. Мы можем говорить о том, что это не так дорого стоит в рамках того, что когда делают реконструкцию любой улицы, там закладывают велодорожку. Цена возрастает процентов на 10 реконструкции улицы, а у нас появляется велодорожка. Речь идет не просто о асфальтировании какого-то участка. Речь идет о том, о чем я в принципе говорил. В Берлине есть специальные светофоры на велодорожках, которые помогают пересекать автомобильные магистрали. Есть система парковок. И каждый, в принципе, ну это уже ладно, это бог с ними. Каждый хозяин там заведения, это его головная боль делать парковку для велосипедов. Кстати, в городе в нашем они появляются. В Варшаве там даже на окраинах стоят станции техобслуживания, которые, да, вот подъезжаешь, там надо проверить давление или подкачать где-то что-то, или там заменить и так далее. Там инструмент есть, все-все-все. Это все бесплатно. То есть, ну, бесплатно понятно, что не вообще бесплатно, а из городской казны. Это все стоит, это серьезная инфраструктура, которая стоит достаточно дорого. Ну, дорого, понимаете, это же не абсолютная величина. То есть, 100 гривен, это дорого или недорого? Ну, для коробки спичек, наверное, дороговато или для хлеба, а там для телефона, наверное, не очень дорого. Велоинфраструктура, она очень экономически обоснована, потому что даже многие люди там во власти, они не понимают, зачем нужны велодорожки. Вот я об этом и хочу, давайте же расскажем. Они не понимают, они считают, вот почему, допустим, это очень символично, что начали с Белгородского шоссе. Велодорожки большинством населения и большинством властей воспринимаются как некий велотрек, некая отмазка для велосипедистов. Да уйдите, занимайтесь фитнесом где-нибудь в лесу, вот вам фитнес-дорожка. На самом деле, тот вопрос, который там вы даже задали, а откуда место на дорогах для велодорожек? Ну, вот Сумскую взять в ее центральной части, где там может быть вообще велодорожка? Мне страшно представить. Вот, так смотрите, вот Сумская, там центральная часть, сколько там метров приблизительно? Ну, двум человеком разумеется, ну три метра там, да? Нет, 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 в длину, ну километр предположим. Километр, да? На километре, это тысяча метров, по 10 метров на машину, это 100 машин припаркованных. То есть, там может проехать там за день 10 тысяч велосипедистов, а 100 припаркованных товарищей, которым там тяжело от парковки дойти до офиса 100 метров, они вот стоят целый день. И вот ради этих 100 человек целая полоса. Там две велодорожки можно построить, если этих 100 человек куда-нибудь потеснить. То есть, там 10 тысяч или там сколько-то, мало того, дело не в велодорожках совершенно. Вот Пушкинская, вся запаркована, все едут или там Сумская еле едут. Скорость на автомобиле очень низкая, средняя по городу получается. Мы устраивали исследования, устраивали такие гонки, когда из всех районов Харькова одновременно выезжал пассажир общественного транспорта, он же пешеход, велосипедист и автомобилист. И только с Баварией, там чуть-чуть, автомобилист опередил велосипедиста. Везде велосипед быстрее проезжает, потому что средняя скорость автомобиля в пробках, она меньше. Это он проезжает даже без велодорожек отдельных, да? Конечно. Получается, он все равно в общем потоке едет велосипедист. Ну, как в общем потоке? Он в правом ряду проезжает пробки беспрепятственно. И, соответственно, велодорожки, они нужны для общей картины транспортной города, чтобы не было пробок. Потому что, ну вот, если подсчитать общее количество паркомест, даже закрыв глаза на то, что все паркуются под знаком, с остановкой парковка запрещена, то, ну, не хватит нашего центра, чтобы там припарковались все желающие. Не хватит Рымарской, чтобы там много-много автомобилей пропустить. А велосипедистов и там пешеходов и общественного транспорта там, конечно, больше значительно проедет, если выделить эти полосы для общественного транспорта и для велосипедистов. То есть велодорожки это ответ именно на вопросы пробок, на вопросы, а не просто, знаете, там велосипедисты, потому что кататься негде. Нет, это не для велосипедистов делается. Это делается для того, чтобы пешеходы и автомобилисты могли пересесть на велосипед, чтобы было меньше пробок и так далее. Даже в какой-то степени получается и не ответ там на подорожание топлива и так далее, потому что если взять опять же те же западные страны, в которых этот вопрос практически решен, да, велосипедизации города, городской структуры, то там даже вполне серьезные и уважаемые люди, там вплоть до мэров городов, там председателей правления банков и так далее, они на работу доезжают на велосипед, как-то в порядке вещей, в принципе. Именно так. Я бы сказала, что сегодня город Харьков, он уже достиг такого момента, когда уже достаточно, он насытился автомобилями. И уже пора немножко остановиться, потому что если мы будем дальше строить дороги, чем мы строим больше дорог, тем появляются больше автомобилей. Весь мир уже признал эту теорию и она работает, да, и если мы сейчас будем дальше строить дороги, строить развязки, ну как все бы хотели, автомобилисты, у нас будет только насыщаться город автомобилями и станет гораздо хуже им же ездить, да. И сейчас тот момент, когда нам необходимо популяризировать велодвижение, потому что молодежь, да, если сейчас все молодые люди, которые подрастают, купят машины, да, что у нас произойдет, что у нас произойдет коллапс просто, да, такой, который происходит сейчас в Москве. Москва сейчас вкладывает огромные деньги в то, чтобы разрулить эту ситуацию, да, она приглашает кучу специалистов для того, чтобы как-то решить эту проблему, решить проблему, там, насыщение, ну, насыщение города автомобилями. Популяризация общественного транспорта, да, электротранспорт для трамвая, велосипеда, это первая очередь, чем должен заниматься город. Хотя велосипед все-таки это не вполне общественно, это личный, наверное, все-таки транспорт. И тут, кстати, тоже интересный такой вопрос, так или иначе все равно будут сравнивать с автомобилистами. У автомобилистов есть моральное какое-то право. Они платят налоги, да, они хотят пользоваться той структурой, за которую они платят. И велосипедисты на данный момент, насколько я понимаю, в общем-то не платят ничего, да. Есть ли какая-то там, не знаю, внутренняя готовность вот как-то тоже к этому войти в этот налоговый поток, но потом иметь возможность требовать, слушайте, ведь я плачу налоги, хочу дорожку. Нет, ну смотрите, дело в том, что это миф, что автомобилисты платят за дороги. Это миф, потому что сначала были построены дороги, потом появились автомобилисты. И, в общем-то, ну еще вот сейчас немножко изменилось законодательство, а до этого дорожный сбор там составлял какие-то копейки, я не помню, там 800 гривен за два года, что-то такое я платил. Ну это совершенно не те деньги, за которые строятся дороги. Это скорее деньги, которых не хватает на восстановление экологии, которую портят автомобили. И в принципе никто же не говорит полностью от них избавляться. Но представьте себе, что вот мы покупаем бензин там у других стран, там у России, там у Европы, еще где-то. Вы понимаете, что вот там гривны или две гривны с каждого лица, там, лита, все уходит за рубеж. Это, между прочим, многие зарубежные страны, которые не имеют своей добычи нефти, они как раз и посчитали, что это огромное вымывание денег из страны. То есть это импорт ни во что фактически. Ну с велосипедами там тоже, в общем, отчасти выйдет та же история, потому что, ну как ни крути, наверное, 90% их к нам прикатили из Китая, и все равно наши деньги их ровно туда. Времена старого доброго велосипеда Украина, вот неубиенного абсолютно, они, к сожалению, прошли. Как-то вот так вот получилось. Вы знаете, сегодня в Риге самые модные велосипеды, это как раз велосипеды старого образца, когда у нас есть, ну, нет передач, когда у нас есть тормоз, да, когда мы тормозим назад. Это сейчас самое модное движение в Риге, да, и потому что там есть Рижский велосипедный завод, и он возрождается. В городе Харькове сегодня есть три больших производства велосипедов, и почему нет? Харьков производит в Украине, наверное, больше всего велосипедов во всех городах. У Харькова есть велосипедный завод, хоть он и в таком страшном состоянии сейчас, но он работает, у него есть мощности. Почему нет? Почему это не продвигать? Почему не развивать? Ну, потому что, видимо, опять же, тут как-то все заведено одно на другое. Пока нет спроса, нет предложения. Пока нет предложения, нет спроса. И как-то это вот кольцо еще учитывая мощные факторы того же Китая или той же Европы. Но это, наверное, не так просто. Для предприятий уже, во всяком случае, это, наверное, не так просто. Нет, в любом случае, велоинфраструктура, она окупается. Потому что, задавая вопрос, на какие деньги строить велодорожки, простите, а на какие деньги вы будете расширять Сумскую и Рыморскую для автомобилей? Там же пробка стоит круглосуточно. И припарковаться негде. Мне как-то нужно было там на Рыморской припарковаться, я только через километр сумел. На велосипеде таких проблем нет. Именно поэтому многие на Западе пересаживаются. Это быстрее. Я сам, вот у меня машина стоит под домом, подошел, завел, поехал. Я все равно на велосипеде стараюсь ездить, если мне не нужно возить людей, там грузы какие-то. Потому что быстрее. Вот даже в Харькове, я же не говорю, там, допустим, за Москву, где пробки вообще человек может провести 2 часа на работу в пробке, 2 часа с работы в пробке. Это еще и очень хорошо. Ну да, бывает и побольше. То есть 4 часа там непонятно куда. И вот вы сказали, что велосипеды это не общественный транспорт. Во-первых, есть велопрокаты муниципальные, которые во всем мире бурно развиваются. Это совершенно общественный транспорт. И кроме того, велосипеды, они все равно, ну, действительно не годятся, чтобы с Роганина Алексеевку каждый день ездить для обывателя. Есть, конечно, спортсмены, которые так делают, но для обывателя это не годится. Поэтому у нас есть общественный транспорт. А чтобы, допустим, с Натальей Ужви до Героев Труда доехать и потом уже кататься на метро, нам вот нужна велодорожечка, там, 2 километра человек проехал недалеко, любой может, женщина, там, старик, кто угодно, доехал. И потом уже в метро поехал или на автобусе, то есть это комбинация, она очень хорошо работает, общественного транспорта и велосипеда. Вот я вспоминал о тех представителях, скажем, высших сфер и местных властей, там, финансовых и так далее, в общем, любых, да, таких серьезных мужчин, которые катаются все равно на велосипедах, ездят на работу и так далее, у них. Вы приглашаете кого-то вот из, не знаю, чиновников, руководителей, вот специально есть у вас какая-то такая вот мысль? Ну, мы приглашали, но, как обычно, чиновники и руководители, они обычно очень занятые люди и, на самом деле, даже имея большое желание, у них не всегда есть возможность появиться на таком празднике. Вот, ну, у нас разного рода были чиновники, ну, я не буду, наверное, их перечислять, потому что можно долго перечислять, но, надеюсь, в этом кто-то приедет. Мы всех приглашаем. То есть это будет спонтанно в любом случае, да, нет никаких там каких-то официальных частей, нет все это абсолютно... Нет, ну, мы приглашаем, но потом там раз говорят, вот не смог там на совещании или что-то. Еще раз напомню, это в воскресенье в... В воскресенье в 10 утра на площади Свободы, 10-й юбилейный велодень. Погода вроде обещает быть хорошей, это тоже очень, на самом деле, замечательно. Думаю, что это добрый знак, который свидетельствует, что все должно получиться очень замечательно и здорово. Спасибо вам большое, что были гостями в нашей студии, спасибо, что смотрели нас сегодня. На этом все, до свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»